МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Морозы не испугали миллиардера Евгения Касперского, побывавшего в столице Бама проездом. Известный на весь мир программист совершает автопробег Магадан-Москва. Поселок Ерофей Павлович Евгений Валентинович тоже вниманием не обделил. Выложил на своей странице в Инстаграме фото и оттуда. Морозы не испугали и амурчан, желающих окунуться в прорубь на крещение. Инстаграм пестрил видеороликами и фотографиями тех, кто по зову сердца в прорубь все-таки окунулся. Три раза, да? Да, да, три раза, давай, давай. Считай, ты сейчас имеешь? Уже по традиции испытать себя в холодной воде решили иностранные курсанты Двоку. Но настоящей звездой сети стала девушка, которая решила просто сфотографироваться у проруби и по счастливой случайности чуть туда не упала. Активно обсуждают пользователи и случаи со школьником из Благовещенска. Мальчик не смог расплатиться картой в автобусе и водитель ее просто забрал. Верну, когда принесешь 29 рублей. Такой ультиматум поставил подростку мужчина. Со слов школьника с терминалом для оплаты картой были неполадки. Сообщение о списании денег за проезд пришло, когда он уже вышел из автобуса. Пишет Амур.Инфо. Подписчики негодуют. Надо писать заявление в полицию. Убеждают одни и рассказывают о подобных случаях в своих городах. Водителя тоже можно понять, говорят другие. Ведь некоторые школьники любят убегать, не заплатив. Ночной хулиган. Именно так амурчане назвали человека в капюшоне, который выходит по ночам и обрезает провода подогрева у машин. Амурские павлики разместили два видеоролика, где в 4 утра хулиган, лица которого не разглядеть, обрезает провод у одного и того же грузовика во дворе жилого дома. Так это Робин Гуд, который спасает машины от пожара. Шутят подписчики. Другие негодуют. Это опасно и не по-соседски. Некоторые предполагают, что это женщина и ждут новых эпизодов. В едином порыве пользователи Инстаграма и Телеграма из Благовещенска проголосовали за то, чтобы следующий новогодний ледовый городок был построен в ретро-стиле. На медней в сети появились фотографии снежного городка из 70-х, когда благовещенцы и гости города катались с горки из головы богатыря. И пользователей захлестнула ностальгия. Мэр Благовещенска провел опрос, стоит ли вернуть городок из СССР. Даже не предполагал, что будет такое единодушие, пишет на своей странице Олег Имамеев. Решено, что под Новый год на городской площади запустят машину времени. Расстрогала подписчиков и история о чудесном спасении гуся под толстовкой. Потерявшаяся домашняя птица бегала по полю от злой собаки. Счастливчику повезло, мимо проезжал стилист из Благовещенска. Историю опубликовала Алена Белая, которая вместе с мужем ехала мимо на машине. Собаку люди испугали, а гуся посадили в багажник. Потом пристроили на ПМЖ в тамбовку. И напоследок амурский енот, который идет по своим делам. Глава Мазановского района Михаил Пивень опубликовал милейшее видео, которое снял из окна машины. Какая шуба, восхищаются подписчики. Еноты должны в это время спать, тревожатся другие. Третьи говорят, что эти животные иногда просыпаются, ходят по делам и засыпают обратно. А если вы будете публиковать интересные фото и видео, отметьте нас, собака Амуробл Нижнее Подчеркивание ТВ, и мы покажем их по телевизору. На этом все. Да пребудет с вами сила. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова